Ханс Христиан Андерс Казалось хитрее других. И вот двое с этой целью объелись, а один напился до полусмерти. По их мнению, именно в этом и заключалось самое невероятное. Ну, а мы-то с вами прекрасно знаем, что ведь в этом нет ничего необыкновенного. А уличные мальчишки упражнялись в том, чтобы попасть своим собственным плевком в свою собственную спину. По их мнению, ничего невероятнее нельзя было и придумать. Был и назначен день, когда должна была присудиться награда. Да, я забыл вам сказать, что судьями были избраны мужчины всех возрастов, начиная от трехлетних младенцев и кончая столетними старцами. И вот в назначенный день, когда должна была присудиться награда, собралась целая выставка самых невероятных вещей. Но вот самым невероятным, по общему мнению, следовало считать большие стенные часы, которые поражали всех как своим внешним красивым видом, так и своим внутренним устройством. А дело-то заключалось в том, что когда часы начинали бить, из них показывались маленькие движущиеся фигурки и говорили, который час. Вот. Часы пробили раз. И из них показался Моисей на скале. Он держал в руках каменные скрижали и записывал свою первую заповедь. Часы пробили два. Из них показались Адам и Ева. Оба радостные и счастливые, хотя у них не было даже платяного шкафа. Ну, между прочим, он этим совсем был не нужен. Часы били три, четыре, пять, шесть. И всякий раз показывались все новые и новые фигурки. И говорили, который час. А вот когда часы пробили двенадцать, из них вышел старый ночной сторож в капюшоне и с утренней звездой в руке. Он ходил вокруг и пел старинную песенку ночных сторожей. Огонек в руке держа, ходит в полночь сторожа. Но одни словом, часы были великолепны. Это было дивное произведение искусства, самое невероятное, как говорили все кругом. Художник, сделавший эти часы, был молодой человек. Он был очень хороший и вполне заслуживал получить руку принцессы и полцарства. И вот в назначенный день, когда должна была присудиться награда, город был убран по праздничному. Со всех волов и башен били пушки. На всех домах были вывешены флаги. Принцесса сидела на своем новом троне, который по случаю праздника заново набили свежим волосом. Отчего сидеть на нем было немногим удобнее и приятнее. А вокруг нее разместились судьи, которые с лукавой усмешкой поглядывали на того, кто по общему мнению должен был получить награду. А он стоял немножко в стороне, радостный и счастливый, и полный уверенности в том, что именно он, именно он и совершил самое невероятное. Нет, самое невероятное совершу я, закричал высокий здоровенный детина с топором в руке. Я, я человек, способный на самые невероятные вещи. И с этими словами он хватил топором чудное произведение искусства. Трах-тах-тах-тах-тах. Колеса, пружины, винти, все разлетелось в разные стороны. Одним ударом все было уничтожено. Вот, вот что сделал я. Одним ударом я поразил и всех вас, и произведения этого человека. Я, я совершил самое невероятное. Боже мой, боже мой, уничтожить такое произведение искусства, сказали судьи. Да, да, это дело самое невероятное. Того же мнения был весь народ. И вы понимаете, поэтому разрушитель должен был получить руку принцессы и полцарства. Закон остается законом, даже если он и самый невероятный. И вот со всех городских валов и башен было объявлено одни свадьи. Я не могу вам сказать, чтобы принцесса была очень довольна новым женихом. Но, тем не менее, она была женщина, и она выглядела прекрасной в своем новом наряде. Церковь сияла огнями. Венчание должно было происходить вечером. Ну, а мы-то с вами прекрасно знаем, что ведь вечером все выглядит гораздо эффектнее. И вот знатные молодые девушки с пением вывели невесту. А рыцари с другого конца тоже с песнями вели жениха. Он шел вперед, высоко задрав свою голову и выбрасывая вперед ноги. И казалось, что ничто на свете не заставит его опустить эту гордую голову. Но вдруг, вдруг пение смогло. И в церкви воцарилась такая тишина, что можно было услыхать падение булавочной головки. И вдруг большие входные двери церкви растворились. И на средину вошли большие стенные часы и встали между женихом и невестой. Но мертвые люди не могут вернуться. Это мы знаем отлично. Но произведение искусства может возродиться вновь. И это возрождение не было призраком. Нет, чудные часы действительно стояли здесь. Они начали бить раз, и из них вышел Моисей на скале. Он подошел к жениху и бросил ему на ноги свои каменные скрижали. А вот теперь стой здесь, сказал Моисей. Ты сам поломал мне руки и ноги. Я ничего не хочу для тебя делать. А вслед за Моисеем выходили все новые и новые фигурки. И каждая из них подходила к жениху и говорила ему в лицо неприятные истины. Стыдись, стыдись. А когда часы пробили двенадцать, из них вышел старый ночной сторож в капюшоне и с утренней звездой в руке. Он подошел к жениху и ударил его жезлом полба. Вот теперь оставайся здесь навек, сказал сторож. Ты поломал нас. Я ничего не хочу для тебя делать. Мы отомстили тебе за себя, за того, кто нас создал, и за искусство. Ну а теперь, а теперь мы исчезли. И чудные часы действительно исчезли. Но вот свечи, горевшие в церкви, превратились в большие огненные цветы. Звезды рассыпались по куполу. Орган заиграл сам собой. И все присутствующие сказали, что это самое невероятное, что они когда-либо видели. Так приведите же того, кто был виновником всего, сказала принцесса. Пусть же он будет моим мужем и повелителем. И вот молодой человек в сопровождении всего народа вступил в церковь. Все были рады, все были искренне счастливы за него. И вы знаете, я могу смело сказать, что во всем городе не нашлось ни одного человека, который бы ему зло позавидовал. И вот это-то и было самое невероятное.